В этом году Десногорск стал местом открытия всероссийского соревнования по плаванию «Иверсвим». Серия заплывов проводится ежегодно на пяти водных площадках страны. Решающим аргументом в пользу проведения первого этапа состязания на берегу Десногорского водоема стала вода. Даже в апреле ее температура здесь выше средних значений по стране. Здесь, благодаря Росатому, у нас прекрасные возможности. Это и чистая вода, отличный водоем, и самое главное, комфортное для участников температуры воды. На пляж Деснай съехались свыше 200 участников из разных уголков России. Брянск, Москва, Балашиха, Обнинск, Верхний Тагил – далеко не полный список городов-участников. Посетили смоленскую землю даже жители ближнего зарубежья – Украины и Молдовы. К каждому из них двигала любовь к спорту и здоровому образу жизни. Чем он меня привлекает? Тем, что, во-первых, это каждый раз преодоление себя, потому что это очень тяжелый вид спорта, нужно плавать очень многие километров, чтобы чего-то добиться. В программу испытаний были включены эстафетно-командные и индивидуальные заплывы. Всего три дистанции – 950, 1900 и 5000 метров. В основном в заплыве участвовали опытные спортсмены, титулованные пловцы и участники спортклубов. Среди них отметились и жители Десногорска – работники атомной электростанции. Почаще такие мероприятия у нас проводились. Ну и, соответственно, теперь с ребятами будем общаться, будем теперь выезжать на их этапы, которые примерно поближе к нам. Самой захватывающей дистанцией оказалось расстояние в 5 километров. Женщинам удалось преодолеть ее за 1 час 22 минуты, мужчинам – за 1 час 8 минут. Награждение также строилось по возрастным категориям. Участники категории 50 плюс доказали, что этот спорт не имеет возрастных границ. У нас были участники, самому старшему было 82 года, самому младшему у нас есть и детские заплывы, где-то в 6 лет. Победители и призеры были награждены памятными сувенирами и эксклюзивными медалями с символикой Росатома. Успех прошедшего заплыва позволяет строить планы на будущее. Надеемся, что в следующий раз здесь будет больше участников. И, открою небольшую тайну, вполне возможно, то и закрытие плавательной сезона 2021 года будет проходить тоже в Десногорске. Данное мероприятие проводится в целях популяризации спортивного и любительского плавания. Можно сказать, что 18 апреля Десногорск приобщился к большому спорту. Ведь уже более пяти лет плавание на открытой воде включено в программу летних Олимпийских игр.